Ван Панчман, 241 глава, Угроза Ну хватит о моем ученике, Бласт. Лучше расскажи о Боге, с которым ты воюешь. Ради этого мы и пришли. Хм, если ты решил сразиться с ним, то лучше не надо. Для тебя это самоубийство. Чего? Думаешь, я слабак? Ты не зазнавайся только потому, что однажды обставил меня. Я тоже этому Богу покажу, где раки зимуют. А, зачем? Это долгая история. Ну забей тогда. Из-за одних бесячих старших у меня всплыли обрывки воспоминаний о деревне, где я раньше жил. Сказал же, забей. Ну, ну, Сайтаба, успокойся. Деревня – это секретная школа для подготовки первоклассных убийц. Она спрятана в горах, за барьером, куда простым смертным не попасть. Однажды я сбежал с тренировки и с другом отправился исследовать подземелье. Там мы увидели тщательно спрятанный куб, который был точной копией деревни. А еще в лечебной капсуле. Лежал сам основатель деревни, едва походивший на человека. Все звали его тот самый. Если предположить, что он был одарен силой бога, то все встает на свои места. Деревня – это просто прикрытие для бога. Молотняк там гоняли по страшному, дабы взрастить профи-убийц, которые в итоге станут пешками бога. Ну что, Бласт, я прав? Твои чувства понятны, но лучше оставь это дело мне. Что? Того самого звали Пустотный Войд. Он был моим напарником. Мы вместе исследовали кубы, пока он не попал под влияние бога. Если бы не наш просчет, не было бы никакой деревни и кровавых жертв. Это моя вина, и я должен искупить ее. Твоего напарника превратили в прихвостня врага, и ты его упустил? Все не совсем так. Хоть мы и были на равных, у него было преимущество благодаря полученной силе. Впрочем, я нанес ему серьезную рану, на восстановление которой уйдет лет 15. И все же он сбежал. Неужели ты замешкался только потому, что он твой напарник? Слабак. Стыдно такое слышать от героя С-класса номер один. Ладно, забудь, я сам разберусь с этим. А ты лучше сиди тихо. Эй, старик, и что ты теперь с ним сделаешь? Это... Мистер Сич, подготовка к эксперименту завершена. А? Какой эксперимент? Взгляните, я как раз за этим и пришел. Начинаем эксперимент. Опыт по извлечению монстра клеток? Да. Ты же видел новости? Это участники турнира по боевым искусствам, которые превратились в монстров. Они в хорошей форме, так что мы решили провести на них опыт. Показатели мозговой активности и пульса нестабильны. Они в критичном состоянии. Придрожайте! Я же не человек. Эти ваши опыты на мне не сработают. Эй, да успокойся, тебя тут никто не тронет. Хм, неудача. Продолжайте. Умоляю. Я ведь сам принял монстрофикацию при ребятишках в Додзё. Как мне? Теперь показаться им на глаза в таком виде? Прошу вас! Началось отделение монстра клеток. Есть, конечно же! Как и сообщал серебряный клык, ключ к возвращению в человеческую форму похоже в силе духа. Старик, так вот как ты хочешь вернуть своего напарника. Хм, но кто знает, осталась ли у него человечность. Какими бы навороченными не были эксперименты, в итоге всё упирается в веру. Да и вообще, сможешь ли ты поймать его живым? О нет! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Клинок Войда. Похоже, он полностью восстановился. Хотя, это лишь его приветствие. И как с таким бороться-то? Пространственный клинок? Ты хочешь сказать, что это техника Войда? Да. Ты с ним справишься, старик? Ха, да без проблем. Я ведь не сидел, сложа руки. Ну точно, как Тацумаки. Это была озвучка 241-й главы манги Ван Банчман. А сейчас я просто поделюсь с вами своим наверняка очень вам интересным мнением. Да, глава действительно очень интересная. Нас наконец-то познакомили с бывшим Бластом, другом и ныне с самим главарём деревни Ниндзя, именуемый Пустотный Войд. Или же, как называть его прихвостни, ТОТ САМЫЙ. Бласт рассказывает, как бился с ним и, к сожалению, упустил, но нанёс рану на излечение, который уйдёт лет 15. Я представляю это примерно так. Войд, я остановлю тебя, но сперва. Такс. Что бы мне выбрать? Хм, давайте на 15 лет. Крутяк. То, что нужно. Ха-ха-ха. Беги, Войд, беги. Увидимся через 15 лет в новых главах Мураты. Вот же больной ублюдок. Нафига ранить меня на целых 15 лет? Я же, блин, как-никак его бывший напарник. Мне надо подлечиться. А уж потом я ему покажу, где раки зимуют. Глава, с вами всё хорошо? Заткнись и быстро иди сюда. Закрой капсулу и включи таймер. Вас понял. Извините, а на какой срок? Поставь на выход 241 главы манги. Это 20 марта 2024 года. Услушаюсь. И вот спустя 15 лет он проснулся и уже готов встретиться со своим бывшим напарником Бластом. Но перед этим хочу обсудить с вами момент с экспериментом. Да, надежды есть, но как сказал Бэнк, ключ к возвращению в человеческую форму лежит в силе духа. Именно так Гарроу и смог вновь стать человеком. Конечно, Сайтама ему слегка помог, но по сути сам Гарроу захотел стать человеком. Увидим ли мы в будущем, как монстры становятся людьми? Непонятно. А вот есть ли ещё монстр, который благодаря силе духа остаётся в человеческом облике? Если знаете ответ, напишите его в комментариях. Интересно, сколько людей знает о нём. Пока Сайтама, Бласт, Флэш и остальные обсуждали Войда, он наконец-то появился, показав свою силу. Бласт понял, что к чему, и быстро перенёс базу ассоциаций в другое измерение, тем самым предотвратив его уничтожение. Пока все в шоке от силы Войда, Сайтама и Бласт стоят на чиле и расслабоне. Лысик, спросив у Бласта, нужна ли ему будет помощь, и получив ответ, что тот сам справится, засмотрелся на последствии атаки Войда и задумался о том, что всё в точности как Тацумаки. И на этом 241 глава заканчивается. Друзья, я понимаю, что пропадают нам нереально большие сроки. Поверьте, я сам этому не рад. Не хочу сейчас ныть перед вами, но дело в том, что у меня немало проблем, с которыми мне приходится сталкиваться ежедневно. Поэтому я и не мог спокойно заняться Ютубом. Я, конечно, постараюсь сделать всё возможное, чтобы выпускать видео почаще. Надеюсь на ваше понимание и поддержку. Благодарю всех, кто поддерживает меня тёплыми словами и донатами. Вы действительно очень помогаете. Если и ты хочешь поддержать канал донатом, ссылка будет в описании под видео. С вами был Аниманго. Всем пока.